Всегда за то, чтобы, как я сегодня говорил, за то, чтобы границы были чисто символическими. Я был за то, что Европа объединилась. Мне это нравилось, что нет границ, что ничего. Все страны при этом должны сохранять свои корни и свою культуру национальную. Но общение должно быть свободным. Вот я сейчас с ужасом думаю о том, что какие-то депутаты наши в Думе хотят вернуть выездные визы, например. Этот возврат к Советскому Союзу для меня ужасен, потому что это такое уже прошлое, которое мы с большим трудом преодолели. Сейчас политика очень напряженная, и границы вырастают там, где они совершенно не нужны. Ну как можно было вообще прийти к тому, что между Россией и Украиной совершенно непроходимая граница? Это же ужасно. Вот во мне течет белорусская и украинская кровь. Розум – это украинская и белорусская фамилия, которая означает «ум». Я этим мог бы гордиться, но я понимаю, что это, в общем, к предкам, а не ко мне. Я просто ношу эту фамилию. Так как я должен делить свою кровь на украинскую и русскую? Это же и смех, и грех, и нонсенс. Поэтому образование, вот это, то, что вы назвали, Союз Объединенное Государство, да, мне он еще приятнее, потому что мне даже орден вручили от этого Союза, то, что я могу ехать в Белоруссию без визы, уже в наших условиях это какая-то приятная, может быть, неожиданность. Уже привык к тому, что везде какие-то препоны. И Советский Союз, который был объединением, пусть искусственным, но объединением огромного количества людей, и они жили без войн, теперь уже становится какой-то такой недостижимой мечтой. Но, конечно, государства не должны объединяться насильно. Мне кажется, что мы все-таки, в том числе и путем, и с помощью искусства и культуры, опять объединимся, но уже на добровольных началах. И это не будет КГБ местное, которое будет следить за каждым человеком и сажать в тюрьму инакомыслящих. Нет, это будет союз, добровольный союз государств. И чем он будет больше, тем будет лучше для всех нас. А уж для деятелей культуры, безусловно. Потому что музыкант без возможности принадлежать всему миру просто не имеет профессии. Я прошел через это в советские времена, я был невыездным. Меня 15 лет, можно сказать, держали запертым в соцлагере. И все гастроли были только по Советскому Союзу и иногда по соцстранам. Я очень многого, конечно, был лишен. В смысле общения, в смысле того, что обо мне не знали. Я очень многого не слышал. Я во многих фестивалях, куда меня приглашали, не мог принять участие. Поэтому я особенно понимаю боль вот этого момента. И теперь, когда мир был объединен, благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, я радовался невероятно. Теперь наша задача наших политиков – найти какое-то все-таки мирное решение, и чтобы мы опять все были вместе.